Стало хорошей традицией, что именно 20-я школа становится центром школьной баскетбольной лиги не только на городском, но и на зональном этапе. Готовы всегда принимать детей, не только нашей школы, а и со всех регионов западного округа, именно для проведения данных мероприятий. Тем более, что это мероприятие, которое помогает каждой команде еще раз показать свои силы, еще раз проверить то, что они наработали в течение всего года, когда готовятся к этим мероприятиям. И самое главное, что они видят друг друга и всегда готовы в любой момент и поддержать друг друга, и оказать какую-то еще помощь. Недели ранее здесь проводили свои игры юношеские сборные 9-11 классов из Пероуральской, Ревды, Красноуфимской, Верхней Пышмы, Бесерти и Полевского. Команда 20-й школы, которая на протяжении нескольких последних лет становится сильнейшей в Полевском и поэтому отстаивает честь нашего города на этих престижных соревнованиях, третий год подряд заняла на дивизионном этапе первое место. У ребят есть желание играть и выступать. У них мотивация есть. Вот сейчас мы готовимся к соревнованиям, финальным соревнованиям, которые пройдут в городе Березовске 25-26 февраля. Мы туда уже третий год ездим. И вот теперь настал черед мериться силами командам девушек. Пяти коллективам из Пероуральской, Ревды, Шали, Бесерти и Полевского предстояло спорить за путевку в следующий раунд школьной баскетбольной лиги. Уровень с каждым годом растет, что непременно радует. В принципе выступают все достойно, несмотря на жесткое соперничество. Отметим также, что в этом году в 20-й школе появилось новое табло, благодаря наличию которого теперь можно принимать уже и региональные этапы школьной баскетбольной лиги. Это нам в результате того, что в прошлом году команда заняла первое место в городе на муниципальном этапе. Дали табло и 20-й школе, и 21-й школе табло. Хотим теперь, чтобы табло было и в другом зале. Надеемся, что нам спонсоры помогут в этом. Фаворитами здесь, как и недели ранее у юношей, виделась полевская команда, представлявшая школу лицей номер 21 «Эрудит». Конкуренцию им могли составить довольно сильные и сыгранные коллективы из Бесерти и Шали. В претендентах всегда числимся, но очень хорошие команды и Бесерть привозит, и Ревда хорошие команды привозит. Шма в этот раз удивила. Так что команды увеличиваются, это радует. В итоге полевчанки довольно уверенно заняли первое место. За ними расположились Бесерть и Первоуральск. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости 11 канала.